Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня я планировала записать самый обычный обзор красивых, модных, зачастую дорогих сумок, чтобы самой посмотреть и вам рассказать прежде всего о сумочных трендах. Каково было мое удивление, когда я начала снимать, выделить этот ролик совершенно в отдельное видео, потому что я увидела, как много сумок представлено самыми разными брендами в цвете, который я считаю универсальным. Речь сегодня пойдет о сумках голубых и также синих. Я всегда говорю, что если вы ищете себе необычный, непривычный базовый цвет, цвет сумки, который будет вписываться в любой ансамбль, в любую компоновку, хорошо смотреться, и на самом деле вам даже не придется задумываться, подходит ли цвет вашей сумки к тому, что вы сегодня хотите надеть. Это, безусловно, вся гамма цветов от голубого цвета, так называемого цвета пасмурного неба, который скорее даже похож на светлый серый, до самого насыщенного, очень темного синего цвета, похожего скорее даже на черный. Вся гамма этих цветов, все сумки синего цвета, любого синего, даже включая яркий синий и яркий голубой типа цвета Тиффани, все эти сумки будут очень легко вписываться в ансамбль. В последнее время меня удивляет большое количество сумок-ведерок. Эти сумки, с одной стороны, удобны, ты прекрасно видишь, что ты в нее свою сумку положила, но с другой стороны, эти сумки все-таки не очень хорошо ложатся на плечо, если мы носим их не в руках, а на плече. Они достаточно объемные и не всегда хорошо смотрятся, неудобны в подобной носке, но в любом случае, обратите внимание, что сумки-ведерки, по всей видимости, возвращаются. Они представлены во всех марках, поэтому сначала я хотела сделать обзор по формам и цветам. Но поскольку именно сегодня я оказалась в окружении большого количества сумок голубого, синего цвета, самых разных оттенков, глубины и интенсивности, я решила все-таки остановиться на таком очень красивом и универсальном цвете. И все-таки, если выбирать голубой цвет, либо синий, в каком оттенке его приобретать? Здесь на самом деле хочется снова подчеркнуть, что этот цвет, эта гамма цветов, эта палитра абсолютно универсальна. Совершенно неважно, какой цвет вы выберете, более насыщенный яркий голубой, действительно все-таки больше походящий на серый. Это будет синяя сумка, почти похожая на черную, либо это будет явный синий цвет, который видно издалека. Это может быть яркий, насыщенный блюлетрик, либо это может быть полюбившийся многим цвет Тиффани. Могу сказать, что в этом сезоне как никогда много сумок этого очень красивого и редкого цвета. Я, например, этот цвет встретила в Селин. Сегодня мы посмотрим сумку в очень красивом цвете Тиффани. Подобные сумки появились у Макс Мара и также подобные сумки представлены у марки Balenciaga. В любом случае, уникальность этого цвета как раз-таки в сумочных изделиях такова, что совершенно неважно, какой цвет вы предпочтете. Здесь вы можете ориентироваться просто на то, что вам нравится больше, либо на то, какой цвет будет более красиво смотреться с вашим гардеробом, если в нем преобладает какой-то цвет. Очень у многих базовый гардероб, очень у многих спокойные цвета в гардеробе. Мне, например, при выборе сумки совершенно не стоит ориентироваться на свою одежду, потому что она у меня совершенно разная. Здесь на самом деле то, что вам нравится, то и следует купить. Повторюсь, этот цвет во всей его гамме, во всей его интенсивности будет очень легко вписываться в ваши ансамбли. Именно поэтому этот цвет я искренне рекомендую как совершенно универсальный базовый цвет для универсального цвета сумки, для ежедневного возможного использования, для использования во все сезоны, как в летний, так и в зимний. Нам наконец-то разрешили использовать светлые сумки, в том числе и зимой. Они прекрасно смотрятся зимой. Так вот, синий цвет, голубой цвет, цвет похожий на пасмурное небо. Все эти цвета будут универсальны, если говорить о сумке. Кстати, недавно прозвучал вопрос как раз таки о том, какой цвет, на мой взгляд, для сумки предпочесть, если ты задумываешься о покупке сумки. Безусловно, есть огромное количество универсальных цветов, и здесь прежде всего это черный цвет, к которому мы привыкли. Но черный цвет обладает одним недостатком. Он всегда будет контрастен относительно более светлых цветов одежды, которые мы используем. Но если мы носим темную одежду, сумка может теряться, потому что на черном черное незаметно и не видно. Вы знаете, я за контрастные образы, за прием контрастности в ансамбле это касается в том числе и аксессуаров. А когда вы выбираете себе сумку, к сегодняшнему образу всегда учитывайте, на какой слой одежды она будет приходиться. Если у вас черные брюки, белая рубашка и черная сумка, зависит от того, как вы ее носите. Если носите в руке, то черная сумка на фоне черных брюк потеряется, ее будет не видно. Но если у вас сумка с коротким ремешком, вы носите ее на плече, то черная сумка будет прекрасно смотреться в этом же самом ансамбле на фоне белой рубашки. Поэтому я бы не советовала выбирать сумку к сегодняшнему ансамблю, исходя из общей цветовой гаммы. Я всегда говорю о том, что сумка может совершенно не сочетаться по цвету, если в ансамбле были использованы не более трех цветов. Но вот учесть, куда будет приходиться сумка, на какой уровень вашего ансамбля и как относительно этого цвета она будет смотреться. Прежде всего, будет ли она достаточно контрастна, это учитывать, на мой взгляд, стоит. Посмотрите, уже прошла почти середина ролика и действительно можно убедиться, что абсолютно все в марке представили такой необычный цвет, как голубой цвет пасмурного неба. Наверное, так лучше охарактеризовать этот цвет, хотя он тоже может иметь огромное количество оттенков. Кстати, могу сказать, что если вам удастся найти сумку с сочетанием этих цветов, это будет большая удача. Вообще сумки, где один цвет используется в разных его вариациях, оттенках и интенсивности в одной сумке. Такой прием, кстати, используют очень часто Марни. Сегодня отдел Марни был закрыт, поэтому я попаду туда обязательно чуть позже. И, кстати, у Марни тоже есть сумки голубые, а также синие в этом сезоне. Так вот, если вам удастся найти подобную сумку, то это большая удача. Эти сумки очень красиво и выигрышно смотрятся. Кстати, такие сумки также часто делает марка Сальваторе Феррагамо. И мы в ближайшее время посмотрим и на эти сумки тоже. Ну что ж, вот она вариация на тему цвета Тиффани. Как мы видим, цвет достаточно светлый, но, тем не менее, очень необычный, скорее бирюзовый. А вот и яркий синий. Посмотрите, в той базе, в которой я сегодня нахожусь, на мне брюки и рубашка, этот цвет тоже прекрасно подходит, несмотря на то, что он выглядит очень ярко и очень самостоятельно. Тем не менее, вот такой насыщенный яркий синий цвет тоже является универсальным. В ближайшее время я расскажу вам о другом универсальном цвете для сумок, если вдруг вы задумываетесь о покупке сумки, хотите, чтобы она не была привычно черной, либо привычной коричневой. Но если я не убедила вас приобрести сумку цвета синего, либо цвета пасмурного неба, то, возможно, вы найдете для себя следующий ролик полезным. Он тоже будет о универсальной гамме цветов для сумок. Я думаю, что зрители, которые часто смотрят мои ролики, прекрасно догадаются, о какой гамме цветов пойдет речь. Но сегодня снова сумки вот такого, на мой взгляд, самого универсального и необычного на данный момент цвета. Это цвет пасмурного неба, это любой голубой, включая достаточно насыщенный, почти зеленый, а также цвет Тиффани. Это также вся гамма синих цветов, включая темный синий, почти черный и очень-очень яркий синий, который я только что вам показала. Как вы видите, абсолютно все марки от достаточно бюджетных до люксовых предложили свою вариацию на тему синий либо голубой сумки, либо представили несколько этих цветов. Мое предпочтение, я отдаю этой красивой сумке Селин, не первый раз я держу ее в руках и восхищаюсь, и поняла, насколько я стабильна в своем выборе. Если бы я сегодня приобретала себе сумку, то купила бы именно эту малышку. Она похожа на клач, у нее есть ремень, чтобы носить на плече, и она в очень красивом. Цвети Тиффани, который, на мой взгляд, я думаю, что многие понимают, почему является совершенно универсальным. Сама являюсь обладательницей сумки такого цвета, и удивительно, она прекрасно вписывается в темные ансамбли, она контрастна относительно черного цвета, очень хорошо смотрится со светлыми цветами, прежде всего с белыми летними нарядами. Ну что ж, в этом сезоне совершенно точно каждая сможет выбрать, если решит купить себе синюю либо голубую сумку, сумку в том оттенке, который ей больше всего приятен и нравится, потому что действительно такое большое количество сумок в этом цвете я не встречала никогда. Повторюсь, этот цвет абсолютно универсален, очень красив, обратите на него внимание. В следующем видео пойдет речь также о сумках универсального цвета, но он будет другим, и я уверена, уже очень многие догадались, о каком цвете пойдет речь. Мне остается выразить благодарность за гостеприимства, в который раз фонда Кода Интедески я получаю возможность снимать. Одно удовольствие находиться в таком красивом месте, в окружении красивых вещей. Я же на этом с вами прощаюсь, очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok